Девушки отдыхают Семья из трех человек отравилась угарным газом в автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 апреля. Женщина и четырехлетняя девочка отравились угарным газом в квартире пятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде 11 марта. Три человека пострадали от отравления угарным газом в жилой квартире дома на улице Гаугеля Нижнего Новгорода 7 марта. Женщина и ее четырехлетний сын отравились угарным газом в Нижнем Новгороде 7 марта. Это статистика отравлений угарным газом лишь за последний месяц. А сколько погибших с начала года? Марина Мазурина тоже могла попасть в число угоревших. Но вот только повезло и отделалась малой кровью. ЧБ произошло 3 марта. После 4-х часовой уборки она села отдохнуть и почувствовала себя плохо. Пришел сын, пошел в свою комнату и ничего не предвещало беды. Живет в своем доме Марина уже более 10 лет. И у нее ни разу не было проблем с газовым оборудованием. После все разворачивалось, как в тумане, говорит Марина. Единственное, что он услышал, это, видимо, я просто встала, но я не помню этого ничего. Видимо, я встала и стукнулась просто о первое препятствие, которое мне помешало, и упало. Все. Он услышал этот грохот, увидел меня, то есть, что я уже лежу. Зубы были сцеплены, в общем, как бы судороги по телу. Он дотащил меня от дивана и начал вызывать скорую. Пока он вызывал скорую, он упал. Весь ужас, что угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, и почувствовать его невозможно. Человеку резко становится плохо, и мозг отключается. А дальше 30 минут, и все. И он понял, что что-то в воздухе. Из последних сил он уже рванул просто на себя окно и упал. То есть, как только кислород пошел, я очнулась. То есть, пошел просто жутчайший озноб. То есть, все тело трясет, язык не ворочается. Скорая приехала быстро. Марину и ее сына госпитализировали в реанимацию 33-й больницы. После того, как мы уехали, поскольку ключи мы оставили, чтобы вышли с собакой, потому что она тоже очень сильно надышалась. Нам рассказывали, что в 11 часов вечера приехали МЧС, облгаз. Они пересмотрели всю мою колонку, весь дымоход. То есть, все перетрясли, пожимают плечами, мы понять ничего не можем. Они пошли по квартирам и говорят, что не все квартиры открыли. То есть, мы не откроем и все. Причина ЧП, как всегда, банальна. Либо не очищен дымоход, и поэтому угарный газ возвращается в квартиру. Либо кто-то из соседей неправильно умонтировал свою газовую колонку в общий стояк. Когда более или менее отошла от стресса, Марина отправила письмо в ДУК, администрацию района и жилинспекцию с просьбой проверить еще раз ее оборудование. Мне пришла бумага по почте о том, что в связи с тем, что у вас был установлен зонт над плитой и колонка, вы не можете включать одновременно с колонкой вытяжку. Наверное, вы виноваты. Мы впредь предлагаем вам соблюдать правила использования газового оборудования. Да еще посоветовали всегда окна открытыми держать. Так называемое микропроветривание. Марина пошла дальше и купила датчик, чувствительный к угарному газу. Сейчас живет как на пороховой бочке, а датчик не перестает работать. А специалисты тем временем уже и забыли о том, что прошел почти месяц, и что люди чуть не погибли из-за угарного газа. Больше не посещают дом по улице Ильинской, 157-Б, будто бы и ничего не было. Марина Мазорина обратилась в районную прокуратуру. Вместо того, чтобы приехать, проверить дымоходы, проверить там, они говорят о том, что виноваты сами. Все, разбирайтесь сами. Сколько еще людей должны погибнуть или отравиться, чтобы ситуацию наконец-то взяли под контроль? В студии Марина Мазурина. Мы с вами поговорим чуть позже. У меня вопрос к главному токсикологу, к Светлане Мудровой. Скажите, пожалуйста, вот помните пострадавшую, вот эту пациентку, в каком состоянии ее доставили в вашу больницу? Да, состояние тяжелое. Была бессознание. Ну, в общем-то, к счастью, реанимационные мероприятия оказались успешными. Женщина осталась жива. Ну и сын, соответственно, в таком же тяжелом состоянии, да? Да. Скажите, а как часто вот такие люди, отравившиеся угарным газом, попадают именно в ваш центр, в ваше отделение? Каждый год. Это несколько десятков случаев. И год от года пациентов таких становится больше. Вот в некоторых информагентствах можно проследить такую информацию, что чуть ли не 5-6 раз в неделю люди травятся угарным газом. Ну, не все, наверное, к вам попадают, да? Или это вот обман, статистика врет? Нет. Ну, дело в том, что, в общем-то, отравление сезонное. В холодное время года действительно может быть такое, по 5-6 человек поступают. Но в теплое время года, конечно, пациентов меньше. Насколько опасно отравление угарным газом? Понятно, что можно не проснуться, уснуть и не проснуться, да? А вот последствия? То есть, может быть, какие-то изменения происходят на физическом уровне? Какие-то изменения, может быть, в головном мозге, в центральной нервной системе? Да, конечно. В первую очередь страдает центральная нервная система. И последствия отравления, они могут долго очень сказываться, а порой и всю оставшуюся жизнь. К тому же, у пациентов, у которых имеется какое-то хроническое заболевание, сердечно-сосудистая система, нервная система, дыхательных путей, все это может обостряться и привести к ухудшению состояния здоровья. В тяжелых отравлениях, когда очень сильно пострадала нервная система, когда долго человек находился в состоянии гипоксии, может произойти вплоть до инвалидизации. И к вам и дети поступают, что страшно. Нет, дети поступают не к нам, поступают они в детские больницы. К нам поступают только взрослые. А те, кого успевают довезти, но эта статистика не заканчивается нашим центром. Много пациентов просто погибают на самом деле. Вы тоже эту статистику знаете. Им просто не успевают оказать помощь. Действительно, это очень страшная вещь. Марина, скажите, пожалуйста, прошел практически месяц после вот этой истории. Вы сейчас как себя чувствуете? Как чувствует ваш сын себя? Ну, у нас, когда мы были выписаны, то есть, в принципе, у нас еще было, как бы, очень плохое самочувствие. То есть, видимо, организм... Ну, сыном меня рвало просто ужасно. Вот. То есть температуры нет, а вот, видимо, организм какой-то выброс дает. То есть, и у меня, и у него то же самое все было. То есть, где-то на два дня мы выпали просто из жизни. То есть, грубо говоря, мы лежали в лёжку. То есть, это уже после больницы. То есть, прошло какой-то промежуток. Видимо, что-то все равно вот это... От отравления все равно как-то вот, видимо, сказалось на организме. А в вашей квартире еще и собака была, да? Собака как? Как вот в сюжете было про нее сказано? Ну, собака вроде... Ну, у нас как бы немецкая овчарка, она достаточно крупная. Вот. И дело в том, что она... Ну, по весу, то есть, вот это еще хорошо было. И она, видимо, интуитивно ушла в коридор и легла, видимо, под дверь. Хотя у нас, в принципе, дверь сейфового типа, но там у нас... Ну, как бы, поддув все равно он существует. Вот. И она, видимо, лежала там. То есть, когда у меня сын пошел в коридор, ну, то есть, в направлении коридора, и уже он падал где-то вот между комнатой в коридор. Вот. То есть, она начала к нему подходить. То есть, она, видимо, просто сама спасалась, уже как бы пыталась найти какой-то кислород. Сейчас вы испытываете страх? Страх каждый день. Вы пытаетесь повторение этой ситуации? Каждый день я боюсь спать. Собственно, я сына бужу, потому что он спит в дальней комнате, и он может просто не услышать этот датчик. Вот вы и датчик купили, да? Да. Теперь мы живем на первом этаже. Нам приходится спать с открытыми окнами. Мы уходим так же, открываем окна. Первый этаж, но, в принципе, то есть, уже никаких варах, говорить нечего. То есть, тут главное, чтобы просто выжить. Все. А на датчик сколько вы потратили? Он стоит полторы тысячи рублей. Полторы тысячи? Это не цена жизни. Я знаю, что вот после этой истории, как было сказано тоже в сюжете, вы писали заявления в различные инстанции, в том числе и в ДУК Нижегородского района, в жилищную инспекцию. Еще куда и что вам ответили там? Я написала три письма, значит, это в домоуправляющую компанию, в жилищную инспекцию и в администрацию Нижегородского района. То есть, в домоуправляющей компании мне сказали, рассматривать будет письмо 10 дней. В жилищной инспекции мне сказали, девушка, ну, у нас очень много жалоб, то есть, месяц-два. Вот. И еще отнесла в администрацию Нижегородского района. Я пошла в Роспотребнадзор, но меня там как бы слегка развернули, в том смысле, что мы можем сделать забор воздуха у вас, но он наверняка чистый. Поэтому письмо пойдет в жилищную инспекцию. Собственно, вы можете отвезти его туда сами. Вот. И в Облгазе мне сказали, мы не занимаемся дымоходами, то есть, моя просьба была, стояла в том, чтобы проверить дымоход. И так как, когда у меня устанавливали колонки, человек, который устанавливал сотрудник Облгаза, он мне сказал в приватной беседе, что вероятность очень большая, что шло со второго, с третьего этажа. Дом трехэтажный. То есть, видимо, может быть, что-то там неправильно установлено. Но квартиры, которые над вами, не проверяли, да? Нет. То есть, кто-то не открыл просто двери. То есть, у кого-то проверили, а у кого-то нет. Вот. Мы не занимаемся дымоходами, мы не занимаемся угарным газом, мы занимаемся газом. Вот. То есть, мы ничем пока помочь вам не можем, но они предоставили мне, помогли там составить список телефонов, адресов. То есть, как бы это... Вот, готовясь к программе, я выяснила, что есть такая компания, как Нижегород Тепломонтаж, еще эту компанию называют Тепло-НН. В принципе, вот эта компания и отвечает за газовое оборудование, за проверку вент-люков в вашем доме. Приглашали мы Столова Дениса Алексеевича, но он к нам почему-то решил не прийти. И вот вечером в понедельник отказался от участия в программе. Ну, я как-то склонна полагать, опыт показывает, да, что тот, кто обычно к нам на программу не приходит, значит, этим людям есть что скрывать. В общем, я надеюсь, что вы и на имя этого человека тоже напишите запрос через какое-то время. Может быть, что-то ответит, раз не захотел прийти в нашу студию. К нам пришла представительница домоправляющей компании Нижегородского района. Что вы можете сказать и вы? Организация «Тепломонтаж» обслуживает внутридомовое газовое оборудование. Внутриквартирное газовое оборудование не входит в состав общего имущества, так что время за его содержание, эксплуатацию, ремонт и замен ложится чисто на собственника. Домоходы «Винканал» у нас по договору обслуживает специализированная организация ООО «Сити-сервис», которая проводит с периодичностью один раз в три месяца проверку жилых домов. В частности, в данном случае проверка домоходов была проведена в январе месяце. Следующая проверка назначена на 11 апреля, согласно графику периодичности. При последней проверке дымоходы «Винканалы» данного дома были чистыми, тяга имелась. К сожалению, несмотря на все предварительные оповещения о предстоящих проверках, жители действительно не допускают в квартиры. Часто к вам приходят, проверяют газовую оборудование? Да. Часто? Да. И что находят, находят? Нет. У меня все в порядке. Полный порядок. Говорят, ну я же слежу. А как вы следите? Ой, я знаю как. Как же. Туда подношу, сюда подношу. А часто проверяют? Ну, не часто, но проверяют. Вот не более давно проверяли. Нормально, да. У нас нормально. А вот то, что угорели на первом этаже, вас не беспокоит это? Ну, я даже не знала. Не знала. У нас вроде тут нормально. Не боитесь жить в таком доме, где возможно? Нет. А почему должно быть? А что должно случиться? Больше не случится. Было и все. За ними же все следят. Вот приходили МЧС. Приходили очень часто, когда после этого. А так приходят службы соответствующие. То есть... Доступ обеспечивается где-то на 50-60% квартиры. То есть не удалось проверить все квартиры, которые находятся на нашей... Да, и в частности, Мариню, квартиру, вот, в январе месяце, согласно журналу проверки, доступ в эту квартиру обеспечен не был. Дело в том, что мне сказали, когда пришли составлять акт о том, что чистые дымоходы. А вы знаете, что 10 января мы к вам приходили? Я говорю, а где объявление? Объявлений не было. 10 января. Потом люди в рабочие дни, они на работе. Ну, это как в служебном романе. То есть у вас рабочий день, и у нас точно так же. Дело в том, что вот у меня, я разговаривала со своей знакомой, они... У них дом в Печорах, то есть новый дом. У них было такое объявление повешено, достаточно как бы видно все о том, что предоставить в трехдневный срок допуск в квартиры, в противном случае будет отключен газ. Люди все сидели дома, то есть все ждали, когда придут. Никто не пришел, да? Нет, пришли, все проверили, то есть говорят, хорошо, что я заболела, и мне не нужно было отпрашиваться с работы. А если так, то приходится отпрашиваться, иначе отключат газ. Но здесь, дело в том, что здесь у меня вот такая ситуация, я вам написала письмо. Можно же было как-то исключение сделать и проверить именно вот этот дымоход. Вот чуть не до летального исхода не дошло. Почему я должна ждать там следующего, когда вы там, ну, как бы... После произошедшего... В случае там была организация, там проверяли дымоход. Вы проверяли. Ко мне пришла, пришла домоправляющая компания, потому что я пришла из реанимации. Значит, у меня записка была в двери. Позвоните в домоправляющую компанию. Ко мне на следующий день пришло двое молодых людей. Взяли газетку, приложили к дырочке, к вентиляционному отверстию. Сфотографировали, как газету туда хорошо засасывает. И сказали... Написали акт о том, что у меня все чисто. С вас, дорогая, 600 рублей. Я говорю, подождите, за что? За то, что вы мне акт составили. Иначе мы вам акт не отдадим. У меня есть свидетели просто. Мне сказали, слушай, отдай 600 рублей, иначе ты будешь с холодной водой сидеть. А мне дальше нужно было ехать в облгаз, потому что у меня колонку опломбировали и отключили. Потому что по инструкции так положено. Ну, у вас взяли деньги не за то, что проверили дымоход и вентканал, а акт первичной проверки, это для того, чтобы включили газовую колонку. Я понимаю, но дело в том, что у нас что? Это Шарашкина контора, то есть, ну, я не знаю. Вот если у меня облгаз, значит, подключает колонку, мне дали квитанцию о том, что вызов стоит столько-то, это стоит столько-то. За 15 минут молодые люди получили 600 рублей. Очень хорошие, как бы вот, ну, я не знаю. Ни чека, ни бумаги, ни что-то там, что они с меня взяли эти деньги. За что? Когда я пришла за печатью, мне нужно было поставить на акте печать. Я приехала в домоправляющую компанию. Я говорю, а что, у нас теперь за акты, за составление актов берут деньги? Да. Без объяснения ответили мне все остальные, все сидящие в кабинете. Ну, вы можете получить калькуляцию на выполненные работы, это сети-сервис запрос. Ну, так а сразу это вот как-то нельзя, то есть, как бы, это что, вот, взяли деньги? Почему человек, да, после того, как он вышел из реанимации, нужно вот мучить и оббегать кучу инстанций, вымаливать, выпрашивать что-то? Вот у нас что, везде в стране так, что ли, и в домоправляющих компаниях тоже? Не в домоправляющих. Везде все начальники? Нет, не в домоправляющих компаниях, организация сторонняя, они наши, подрядная организация. Ну, вы с ней заключаете договор, соответственно, это ваш подрядчик, третий лиц. Ну, финансовая деятельность той организации, это не проблема в домоправляющих компаниях. Я оказалась в реанимации. Я житель этого дома. Я вам пишу, помогите, проверьте. Никто не пришел. Вы не пришли. Не написали мне даже бумажку, даже отписку не написали. Нижилищная инспекция. Написала администрация Нижегородского района. И все, больше, и тишина. Месяц прошел, и тишина. Возьмете под контроль эту ситуацию. Марине, поможете? Да, конечно. Носительные истории Марины. Какие советы ей дадите? Как ей быть дальше? То есть она уверена, что у нее газовое оборудование установлено согласно всем требованиям закона. Между тем, квартиры, как мы выяснили, не все были проверены. Тяга вроде как есть, да, но не факт, что где-то в какой-то квартире, опять же, колонка правильно установлена, или где-то заглушка какая-то не стоит, которая может мешать работе вент-канала. Понятно. В общем, вот исходя из того, что я здесь прослушал, дело, к сожалению, мы не обслуживаем этот дом. То есть это обслуживание изгорода, тепломонтаж. Но, тем не менее, картина становится несколько ясной. В том плане, что аварийная служба, она у нас, в общем-то, присутствует во всех абсолютно районах Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде. Есть центральная аварийная служба, и первый сигнал, который приходит только к нам, мы сразу выезжаем. Это требует правила, мы это их исполняем и выполняем. Мы приехали, потому что действительно аварийная служба сейчас в альтернативных организациях, которые после того, как из тарифа все вывели, конечно, вошли в рынок, можно сказать, то, конечно, за все отвечает непосредственно собственник. И в этом плане аварийная служба выезжает. Она приехала, действительно, картина была нехорошая, как и везде практически. Мы выезжаем для того, чтобы локализовать или аварию, или инцидент, да, но случай несчастный, случай произошел, то, что получилось отравление. Сразу было, ну, предварительно видно, мы предварительно все равно как-то оцениваем установку, но без того, пока не сделают медицинскую экспертизу, мы не можем сказать, действительно отравился продуктами сгорания, а может быть еще, потому что много случаев и другими видами можно отравиться в квартире. Но, тем не менее, здесь было ясно, что отравление произошло. Значит, наше первое действие, это, конечно, отключить, потому что до того, пока мы не выясним от нас, что происходило, произошло, как работают дымоходы, вентканалы, мы не можем... Ну, надо всех обезопасить, понятно. Конечно, обезопасить. Более того, мы, как правило, вообще отключаем целый дом. Вот Героев 50, там отключили целый дом, там делали, ремонтировали оголовки, Восток-2, и там сейчас заведено и уголовное дело. Но, тем не менее, значит, мы, когда приехали, тоже было 4 трупа, мы вынуждены были отключить весь дом, чтобы проверить, потому что оголовки по всем подъездам делали. Многие люди сами из карманов выгребали вот это, значит, камни, остатки, мусор выносили. А вот в одной квартире произошел этот несчастный случай. И после этого мы уже включали, потому что требовали заключение договора на техническое обслуживание, которое требуется в обязательном порядке. Но, тем не менее, заключил всего один человек из 64 квартир. То есть люди никак не допонимают того, что угарный газ – это страшное оружие. И я вам прямо хотел сказать, коль, тема называется угарный газ. Это независимо, какое топливо горит. Будь это бензин, продукты сгорания автомобиля, будь это пожар и так далее. Газ ли это горит? Это все одно и то же. Только это может быть на улице где-то, а это горит в квартире. Представляете, неполное сгорание. Все эти продукты попадают сюда. У вас стоит, я как увидел, стоит зонт над плитой. Значит, вообще, я вам скажу, газовое оборудование, внутридомовое газовое оборудование работает на естественной циркуляции. И никаких понуждений быть не в вентоканалах, вставляют вентиляторы. Даже вот эта обстановка, которая у вас произошла, здесь ставили зонт, он своего рода, я хочу вам объяснить саму методику. Дело в том, что есть определенный воздухообмен. Это основа, от чего происходят все отравления. 90% отравится только от того, что именно механические побуждения, вот самовольные, можно сказать, самодеятельность населения, которые устанавливают эти все вентиляторы. А что получается? У вас происходит вынужденный отсос воздуха в дымоход, ну, в вентоканал. У вас в вентоканал вставлен, вот этот зонт. Происходит опрокидывание тяги, то есть продукты сгорания оттуда, с дымохода, за счет того, что создается разрежение, воздухомен нарушается, притока дополнительного воздуха нет, у вас получается опрокидывание тяги, продукты сгорания попадают в квартиру от колонки работающей, которые рядом. Поэтому вам сказали, два прибора работать не должны. А как раз вот в этот день... Это первый. Второй момент, вот очень серьезный, который вы подняли, правильно вы подняли вопрос, то, что не проверили до конца дымохода и вентоканала. У нас на гребешке произошел такой случай. На первом этаже стояла колонка, там додумались даже до того, что вообще это уникальный был случай, значит, установили на колонке шибер, как в печке. Установили для того, чтобы тепло из квартиры не уходило. То есть все газы, все продукты сгорания оставались здесь. И по вентоканалам все продукты сгорания пошли выше. Тоже трехэтажный дом. Отравил 117 человек. К счастью, один, конечно, был летальный исход, но была вот такая же обстановка. И то, что вы не добились проверки полностью всех дымоходов, и там квартиры вас напустили, это, конечно, неправильно. Это надо было проверить обязательно. Я в 4 вечера, то есть с 12 до 4, я убиралась на кухне, и в связи с тем, что я аллергик, я открываю окно. То есть у меня год назад был отек квинки, и я очень боюсь панически. И когда я закончила и ждала сына, то есть я где-то в 4, ну в 5 часов, я выключила колонку, я все выключила. И вытяжка у вас не работала тоже, да, в этот момент? Ничего у меня не работало. И я закрыла окно, потому что было минус 20. То есть газовое оборудование было у вас? Ничего не работало. И 2-3 часа у меня ничего не было. Это о чем говорит? Это говорит о том, что где-то действительно продукты сгорания могут попасть... Вот. Где-то домоходы были, или не обособленные. Они должны быть обособленные домоходы. Единственная проблема вообще для нижегородцев в том, что, значит, когда я пришла в домоуправляющую компанию, и мне говорят, у вас, наверное, была одновременно включена и колонка, и вытяжка. Ну, всегда легко спасать человека, да. Я говорю, а в принципе, а что? Я вот 10 с лишним лет, у меня это все существует. Все в том же вот... Все было нормально. Все было нормально. И вдруг у меня ни с того ни с сего все это случается. Я говорю, а почему вы не говорите населению о том, что нельзя? То есть я общаюсь с людьми. Они делают круглые глаза и говорят, а что, разве нельзя? Я говорю, да, говорят, что создается вихрь. Когда я прихожу в домоуправляющую компанию, говорю, а почему вы не говорите людям о том, что нельзя одновременно включать и колонку, и вытяжку? Ну, раньше, как бы мне был такой ответ, раньше мы говорили об этом, но сейчас мы не считаем это целесообразным. Я говорю, это почему? Ну, потому что вы все равно будете все устанавливать зонты над плитой и будете, значит, с колонкой жить. Ну, вот как-то так вот. Почему такие случаи происходят? Раньше в тарифе на газ содержалась вся эксплуатация газоиспользующего оборудования. Но сегодня, по действующему законодательству, домоуправляющей компании несет ответственность только за газоиспользующее оборудование, которое находится в местах общего пользования. Все, что любое газовое оборудование, в том числе элементы присоединения, газоиспользующего оборудования, после уже крайника опуска, несет ответственность собственник, то есть житель. Поэтому по каждому случаю, когда происходит отравление, компетентные органы должны рассматривать конкретный случай и устанавливать причину, почему это произошло. Если это произошло, как вы утверждаете в вашем случае, по той причине, что неправильно работал вентканал, то в этом случае ответственность должна нести управляющая организация. А какую ответственность управлять? Вплоть до уголовной. В том случае, если причина отравления в том, что вы не соблюдали правила эксплуатации газоиспользующего оборудования, то в этом случае ответственность лежит на жителе, или в том случае, если есть при этом договор на эксплуатацию, на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, ответственность может лежать на организации, которая его обследует, эксплуатирует. У вас есть такой договор? У меня, значит, проверили все мое оборудование. Нет, ответьте, пожалуйста, у вас договор есть на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования? Да, есть. В этом случае ответственность будет нести эта организация? Почему я как бы всех прошу, единственное, что это дымоход проверить, и квартиры надо мной, еще по той простой причине, что я не хочу как бы никого ничего обвинять, но года два назад у нас как бы на третьем этаже у нас сделали ремонт и штрабили. И у меня получилось так, что у меня из вентканала, который вот именно вот, ну как бы не в колонке, а вот рядом, из него сыпались камни. Сначала я была как бы в шоке, а потом, ну как бы я стучала там, ну как бы, ну что такое. Потом я, ну может один раз. Потом они опять штрабят, и опять лавина камней идет. Вот. Я поднялась на третий этаж, ну как бы, но там были только строители, там хозяев не было. Вот. И я сказала, как бы, ну, в общем, как бы нужно решать проблему, или вы сейчас прекращаете, или у меня сейчас будет все засорено. Я убрала все камни, я как бы вычистила, сколько я смогла. В принципе, когда приезжала домоуправляющая компания, она прикладывала вот эту газету, тяга есть. Я ничего как бы не хочу сказать, но вот такой, вот такая ситуация была. Я бы хотел сказать еще, вот основная проблема на сегодня у нас в городе, которая существует, заключается в том, что как раз жители нашего города не имеют договоров на техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Если на места общего пользования всеми управляющими компаниями заключены подобные договора со специализированными организациями, 100% охват договоров составляет, то есть по каждому дому это есть. Если домоуправляющая компания и ТСЖ в любом случае несет ответственность за содержание дымоходов и вентканалов, то есть этот вопрос тоже решен, то проблема как раз в том, что на уровне квартиры уже сами жители таких договоров не имеют и, соответственно, специализированные организации не приходят и не проверяют то, как эксплуатируется это газовое оборудование. По указанию главы администрации города, в соответствии с решением губернатора Нижегородской области, учитывая вот ту ситуацию Нижегородской области, когда действительно уже значительное количество людей страдает от подобных случаев, отравления угарным газом, было принято решение о создании комиссии на уровне администрации районов. Вот на сегодня из 440 тысяч квартир обследовано уже более 200, то есть практически 50%. Из 210 тысяч обследованных квартир в 9,5 тысячах квартир выявлено различные нарушения. То есть нарушения, когда неправильно эксплуатируется газовое оборудование. То есть 10 тысяч квартир уже выявлено в Нижнем Новгороде, которые представляют потенциальную опасность и угрозу для отравления при использовании газоиспользующего оборудования. Ну выписывайте какое-то предписание, и эти нарушения должны... Да людей доводится о том, что необходимо сделать. Да, какие меры принять. Так вот, начали повторные проверки проводить, смотреть, как эти нарушения устраняются. В 40% выяснилось, то есть прошел месяц-два, пошли второй раз смотреть. Выясняется, что только в 40% устранены нарушения. Сказать необходимо также о том, что помимо того, что газоиспользующее оборудование может у вас функционировать нормально, то есть все правильно смонтировано. У вас может быть хорошая тяга в вентканале, в дымоходе. Но в том случае, если вот как мы видели, например, этой квартиры, такая же ситуация и в других квартирах есть. Когда установлены пластиковые окна, когда установлены двери сейфового типа, когда различные вентиляторы установлены в вентканалах, когда закрыто окно при эксплуатации газоиспользующего оборудования, то это многократно увеличивает шансы того, что при определенных погодных условиях может произойти опрокидывание тяги, и продукты горения все останутся в квартире. Поэтому я просто хочу всем сказать, у кого есть колонка, поскольку у нас все отравления происходят именно... Можно я договорю? Я не к вам сейчас обращаюсь. Поэтому жители, у кого используется газовая водогрейная колонка, в обязательном порядке открывайте окна, обеспечивайте приток воздуха. Может, проще все-таки новые дома какие-то построить без колонок, чем вот эти фантастики республики и так далее, и людей переселить. У нас в среднем градусе зимой 15-16-17 градусов. Как вы предлагаете жить? Вы живете с открытой форточкой, вы живете в квартире, где колонка установлена. Судите так легко. Я не легко сужу. Нет, ну вы предлагаете людям в морозе минус 30 открывать форточку при использовании колонки газовой. Я говорю о том, что вот есть определенное оборудование, есть определенное оборудование, есть правила эксплуатации этого оборудования. Но с ней температура зимой, прогрева квартиры, минимум плюс 20, минимум. У нас 14-15. Я прекрасно понимаю эту проблему, но если мы говорим о вопросе, который касается жизни и здоровья... То лучше замерзнуть, чем угореть. Газовое оборудование в квартирах является угрозой жизни. И будет пока угроза жизни для жителей. Почему? Раньше уже об этом говорили, что раньше была служба, называлась ВДГО. У каждого была абонентская книжка. Хочешь, не хочешь, специалист приходит и проверяет газовое оборудование. Делает запись. Все нормально. Потом все это уничтожили. Новая нормативная база. Теперь за газовое оборудование три ответственных там. Доуправляющая компания за общее имущество. А все сейчас возложили на собственника. Вот как собственник не ругается, не возмущается, пока все на собственника квартиры. И мы даже от жилищной инспекции не можем, нет оснований привлекать. Вот у нас всего в городе, мы об этом не сказали, заключено всего 30% договоров на техническое обслуживание газовой оборудования. 30%, 70% это живут в опасности. В опасности. И при современной нормативной базе, так и мы будем жить в опасности. Потому что большинство просто работает, вы сказали. Все заняты, мы заняты, мы проснулись, бежим на работу. Никто о договоре не думает. Вот сейчас надо найти способ, как заставить жителей заключить данный договор. Как заставить, чтобы была специализированная организация, потому что ДУК, вот труба идет, она работает, ДУК, все, ни за что не отвечает. Задумая, как вот этот канал, отвечает другая специализированная организация. В квартире собственник отвечает. И вот этот вот дом делится на три части, в итоге все страдают. Население практически оказалось брошенное. Брошенное, да. В том плане, что и антимонопольный комитет трактует, ведь тут опасность какая? Вот заключил бы, допустим, договор на места общего пользования, какая-то, допустим, организация специализированная. Она должна бы, по идее, заключить договора, я не говорю о какой-то механизмом побуждения, как Зубков, вот недавно было постановление правительства, потому что Российская Федерация и правительство тоже обеспокоены этим вопросом, исходя из чего и получилось. Вот сейчас проверка состояния газового оборудования, потому что всем субъектам Федерации это дело спустили о том, чтобы, значит, был разработан регламент определенный, чтобы разработать механизм правового побуждения всех грант заключить эти договора. У нас же получается как? Одна организация и заключила договор на места общего пользования, а дальше трава не растеет. Приходит так, что другая организация приходит и предлагает свои услуги. Население, оно говорит, ну, нам не надо, вроде нас никто не беспокоит, мы живем спокойно. Это неправильно, потому что мы считаем, что если организация антимонопольная, как? Допустим, у нас ведь как тут сделано? Сейчас по постановлению правительства 549-го, последнему, там четко говорится, что владелец может заключить договор с любой организацией. Я живу в Нижнем Новгороде, а я могу заключить с Иваново-Горгазом, допустим. Ко мне придет раз в три года обслуживание, уедут, там дешевле, там выгоднее. У нас и Мордовия присутствует, и все. Вот мы считаем, пусть постановление вышло, но любое постановление правительства, оно постепенно тоже в жизни обсуждается. И сейчас очень много практики, и мы имеем эту практику, и мы всегда приветствуем, мы всегда хотели, чтобы был комплексный договор. То есть вот пришла организация, есть домоправляющая компания, чтобы она заключила комплексный договор. То есть она знает каждого населения, каждого человека в своем доме, как ТСЖ, ЖСК. Ну вот нет, подождите. Дело в том, что у нас ТСЖ, ЖСК в Нижнем Новгороде практически все имеют комплексные договора. Мы имеем отношение как Облгаз, имеем отношение только непосредственно как юрлицо с ТСЖ. Домоправляющей компании тоже многие заключили договора так. И получается, где-то практика есть, где-то нет. И тогда бы человек, хозяин, не беспокоился. Ага, домоправляющая компания заключила с ним договор. Вот вся женщина сказала, что заключила договор. А вот с кем она заключила на квартиру? Я вот, честно говоря... Нет, не на квартиру, на газовое оборудование. А с кем это вы заключили? С Сити-сервис. Они же у вас заключили договор. Нет. Прямо договор у вас есть непосредственно с квартирой, я не место, а общего пользования говорю. А, нет, на такого договора. Вот я и чувствую, вот вы ответили ему, я чувствую, что у вас нет, потому что этот процент высокий за счет облгаза. У нас высокий процент, потому что мы обслуживаем два района, да. А остальные, если взрывать Нижегородный тепломонтаж, у них в низшей единице. И когда вот мы смотрели последние обследования, которые сейчас Нижний Новгород проводят, и по области проводят все муниципалитеты, они там видят, что в основном особых причин газовому оборудованию, чисто газовому оборудованию, о чем вот вы и намекаете все именно дымоходы, нет. Потому что мы, когда идем, мы сразу их устраняем. Мы сразу все утечки, все убираем. Где-то, если чуть что-то не работает, автоматика, да, дают заявку за отдельную плату, мы, допустим, помимо тех, другого, мы это устраняем. Остальное, 90% у нас происходит от работы дымоходов и вентоканала. Действительно, у нас постоянно, практически, ну, если не ежедневно, то достаточно часто идет информация о фактах отравления угарным газом. Мы поставим рассмотрение обращения Марины на контроль и проверим, каким образом будет проверена деятельность всех органов и организаций, которые были заинтересованы, которые в договорных или в каких-то других отношениях с Мариной состояли. И посмотрим конкретные причины. Есть статья 4 закон о защите прав потребителей. Там написано, что качество услуги должно соответствовать договору. У вас в данном случае применительно к ситуации договора на обслуживание внутри квартиры нет. Соответственно, спрашивать получается не с кого. Конкретно в вашей ситуации. Дальше есть статья 7, что любая услуга должна гарантировать нам с вами безопасность, имущество, жизни, здоровье, окружающей среде. Но гарантировать опять кто-то, кто-то должен. То есть в данном случае, поскольку этой стороны по договору нет, то в первую очередь должны мы с вами, сами, на своей территории. Дальше моральный вред, если таковой имеет место быть, то он по решению суда спрашивается уже в суде. И суд принимает решение. Виновна та или иная сторона. И определяет степень вины, ну и, соответственно, объем ущерба. Все-таки бы, я считаю, та организация, которая вас обслуживала бы, она бы вместе с Дуком, они бы, наверное, все-таки нашли все-таки какую-то изюм. Хотя каждый опять себя отталкивает. Я почему веду разговор, что если будет какая-то одна организация полностью отвечать за вот эту услугу, вот тогда в доме будет порядок. Многие эксперты как раз-таки и предлагают все-таки возложить обязанности на Газпром, главного монополиста в нашей стране, чтобы Газпром взял на себя обязанность проверять и вент-каналы, и газовое оборудование, естественно, за отдельную плату, да? И тогда, может быть, проблем бы не было. Но у нас сейчас не социализм, ну понятно. С другой стороны, у нас социализма уже давно нет, да? В стране каждый простой человек отвечает сам за себя. И потому хочется напомнить нашим телезрителям основные правила. При эксплуатации газового оборудования убедитесь в исправности газовой плиты и колонки. Регулярно проверяйте тягу, проверяйте, проветривайте помещение. Для установки и ремонта газового оборудования обращайтесь к специалистам. Если вы почувствовали, услышали запах газа, выключите газ, откройте окна и двери, не используйте открытый огонь, не включайте электроприборы, покиньте помещение, позвоните по телефону 04 в службу газа. При отсутствии тяги немедленно обратитесь в организацию по обслуживанию жилищного фонда. Все-таки хочется сказать, чтобы вы не сдавались, защищали свои права. Я надеюсь, что прокуратура вам поможет. И то же самое хочется сказать нашим телезрителям. Защищайте свои права, заключайте те самые договоры, которые в свое время, может быть, спасут вам жизнь. Вы смотрели ток-шоу «Вызовы жизни». Спасибо, что были вместе с нами. Увидимся с вами через неделю. До свидания.